Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Иван Ахлобыстин сделал довольно интересное заявление про Милохина. Почему мы говорим про Милохина? Еще раз повторюсь, 20 миллионов подписчиков-подростков, которые до сих пор следят, если вы посмотрите публикации, запрещенные на грамме, активно следят за его жизнью, комментируют. 17 миллионов в ТикТоке, 2 с лишним миллиона в запрещенной на грамме и почти миллион в социальной сети ВКонтакте. Это дети, дети, которые следят за его жизнью, за его накрашенными ногтями, розовыми кофточками. Ну, а сейчас за боями. Решили зайти с другой стороны, что называется, понимая, что общество изменилось. И Ахлобыстин поверг в шок. Он говорит, стоит ли принимать тех, кто хочет вернуться? Думаю, да. Пусть живут. Русский народ один из самых великодушных и всепрощающих. Вы знаете, мне кажется, это правда, но не сейчас. Потому что когда гибнут родственники и знакомые на поле боя во имя Родины, то все прощения, оно отходит на второй план, а то и третий. Высказался известный актер, и по поводу блогера Дани Милохина и подобных ему молодых дарований, пишут в СМИ. Дарований. Гибнут люди, да. Но вот как? Ну, за что попросит прощения Даня Милохина, говорит Ахлобыстин? Что он сделал? Он жертва глобальной необразованности и неустроенности. И мы сами сделали из них кумиров. И за что он будет у нас просить прощения, говорит Ахлобыстин. То есть, получается, может быть, мы виноваты перед Милохиным, получается? Может быть, мы виноваты, что он стал жертвой глобальной неустроенности и необразованности? Он жертва. Может, нам тогда попросить прощения у него? За что? За то, что мы сделали его необразованным и неустроенным. Попросить нужно упасть на колени и сказать, Даня Милохин, прости нас, что ты в армию не пошел, потому что ты богатый, знаменитый, тебе повестку не несли, непонятно почему. Прости нас, Даня, потому что ты, так сказать, не устроен. Я еще раз говорю, я знаю из детдомов много детей, много и ребят, и девчонок, которые очень образованные и очень устроены, несмотря на неустроенность и необразованность. Которые самообразованием занимались, которые участвовали в коллективах самодеятельностями, которые являются патриотически настроенными гражданами. Их очень и очень много. Все зависит от того, что происходит. Собственно говоря, вот здесь. Поэтому, когда нам показывали по Муз-ТВ перформанс, как это говорили, когда Киркоров с Давой чуть ли не свадьбу показывали, Милохин заявился в платье, и отец говорит, а вы что думаете, он сам хотел ногти красить? Он сам попал на Первый канал? Он сам попал на Петербургский международный экономический форум? Это в контракте прописано. Значит, с кем-то он заключен? Кто-то этого хотел? Кто-то хотел, чтобы 20 миллионов подростков смотрели на накрашенные ногти и понимали, что это норма поведения, не я, а это и есть те западные ценности, от которых мы сейчас хотим уйти, и опять пихают. И Ахлобыстин говорит, в чем он виноват? За что ему перед нами просить прощения? Да хотя бы в том, что дебилизация молодежи происходила через него. И он не мог этого не знать и не понимать, что он делает, что делают люди, которые стоят за его спиной. Он не мог не понимать, что он зарабатывает деньги на том, что он продвигает ценности совершенно не «Здравствуй, любимая, вот ты с этим будь моей женой, вот ребеночек появился» и так далее, семейные ценности. А он продвигает совсем иную повестку. Совсем иную повестку. Вот в чем дело. Поэтому за что ему просить прощения? Хороший вопрос, друзья. Вот мне просто интересно, как вы считаете, нужно ли Дане Милохину просить прощения у россиян? И за что? За что? Конечно, я считаю, что основное внимание нужно обратить на тех, кто заключал этот контракт, кто за ним стоит. Но всем на этом. Ну, вообще полностью. Видимо, там такие люди, что... Да, поэтому вот все на Дане Милохину, но сам именно Дане Милохину, друзья, как вы считаете? За что он мог бы просить прощения? Или все-таки мы должны просить прощения у Дане Милохина? Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Новости в формате 24 на 7. Ролики из разных источников. Новости из разных источников. с моими комментариями все самое интересное в одном месте это телеграм-канал будда гришна новости друзья и на платформе ru-tip тоже есть канал будды гришна подписывайтесь там тоже успехов здоровья всем пока до встречи